Добрый день, друзья! В последнее время мне буквально забросали вопросами, как я отношусь к тому, что уже три блогера решили идти баллотироваться в президенты Украины. Многие даже спрашивают, или я тоже не собираюсь идти. Поэтому сегодня я хочу до вас донести очень интересную информацию. Я считаю, что эта информация для вас будет очень полезная, поскольку большинство из вас, принимая участие в голосовании на выборах, никогда даже не подозревали о том, о чем я вам сегодня постараюсь рассказать. Сегодня уже 13 января и осталось менее трех недель до конца подачи заявлений кандидатами в президенты. Я в одном из видео обещал рассказать вам, зачем никому неизвестные люди идут в президенты Украины, ведь их шансы на победу равны нулю. И как пример я вам привел никому неизвестного общественного деятеля из Барваров, который подал документы и зарегистрировался к кандидатам в президенты Украины. Естественно, мы с вами понимаем, что он ни при каких обстоятельствах не сможет одержать победу на этих выборах. И тогда возникает вопрос, а зачем тогда вообще идет президенты, если шансов на выигрыш у него нет? Зачем он выбрасывает 2,5 миллиона гривен на залог, ведь это немалые деньги? Таких претендентов, которые, как правило, не имеют никаких шансов на победу, зачастую называют техническими кандидатами. А почему их так называют, я вам сейчас постараюсь рассказать. Я повторюсь, то, что я вам сейчас хочу рассказать, большинство из вас не знало и даже не подозревало, что такое может быть. Итак, сначала давайте разберемся, зачем нужны так называемые непроходные или, как их называют, технические кандидаты в президенты. Вот смотрите, у нас сейчас, допустим, есть 6, сразу скажу, это цифра примерная, 6 кандидатов, которые имеют реальные шансы победить на этих выборах. Это, допустим, Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Мураев и Бойко. Сразу скажу, что это не результаты соцзапроса, а все фамилии я взял так просто для примера. И мы с вами прекрасно понимаем, что борьба за победу будет происходить именно между этими кандидатами. А теперь я хочу сконцентрировать ваше внимание на финансовом вопросе. Вы неоднократно слышали от различных политтехнологов, что не для победы, а для нормального проведения избирательной кампании кандидату нужна сумма в размере примерно 50 миллионов долларов. Зачем нужна кандидату именно такая сумма, я расскажу чуть позже. А теперь мы переходим к самым важным моментам. Давайте сразу разберемся, чем отличаются представители лидирующей шестерки от технических кандидатов. Все дело в том, что для победы на выборах у каждого претендента должна быть развернутая сеть штабов. В каждом районе, в каждом городе и в каждой области он должен иметь свой избирательный штаб, где должно работать определенное количество людей. И естественно работники штабов должны получать какую-то зарплату. Ведь бесплатно работать никто не будет. И понятно, что у технических кандидатов оплачивать такую вертикаль штабов, район, город, область, да еще по всей Украине денег нет. А вот у лидеров гонки, люди, выполняющие штабную работу, получают довольно неплохую зарплату. Теперь переходим к самому главному. Низшее звено участковой избирательной комиссии. Каждый кандидат президенты должен подать в участковую избирательную комиссию своего представителя. И вот теперь я вам поясню, для чего и Порошенко, и Тимошенко нужно иметь как можно больше своих, акцентирую ваше внимание, именно своих технических кандидатов. Имея большое количество своих технических кандидатов, у них есть шансы иметь больше своих членов в избирательных комиссиях. А имея большинство в комиссиях, можно принимать нужные для себя решения. И в итоге правильно проводить подсчет голосов, голосовать за нужные решения и так далее. Как вы поняли, оплату за работу членам комиссий от технических кандидатов проводят штабы Порошенко и Тимошенко. Но это мы говорим об участковых избирательных комиссиях. А теперь идем дальше. Протоколы с мокрыми печатями и бюллетнями представители участковых избирательных комиссий везут в окружные комиссии. И тут та же картина. Каждый кандидат президенты хочет иметь как можно больше своих членов в окружной комиссии, чтобы не только защитить результаты выборов, но и зачастую раздеребанить голоса тех кандидатов, которые не имеют своих представителей в комиссиях и которые не могут проконтролировать правильность подсчета голосов. Кстати, вы знаете, почему в избирательных бюллетнях убрали пункт «против всех»? Потому что против всех голосовало очень много людей. Но поскольку это ничейные голоса, то, как правило, их на уровне окружной комиссии безбожно деребанили. То есть делили между основными претендентами. Вы знаете, это настолько щекотливая и тонкая тема. А главное, говорить на эту тему можно очень долго. И можно долго рассказывать вам такие детали, о которых вы никогда даже не подозревали. Я вам как пример могу рассказать, что председателю окружной комиссии на предыдущих президентских выборах представители одного кандидата платили такие деньги, что на них можно было купить однокомнатную квартиру в Киеве. Это я вас подвожу к тому, насколько важно иметь большинство своих членов в окружных комиссиях. Да, когда я говорил об участковых избирательных комиссиях, я совсем забыл сказать о руководстве. Есть ведь еще и председатель комиссии, и его заместитель, и секретарь. И они, как правило, получают намного больше денег, чем рядовые члены. Да, и опять чуть не забыл. Ведь в участковых избирательных комиссиях есть ведь еще и наблюдатели, чьи обязанности входят наблюдать за тем, чтобы никто не бросил урны лишней бюллетни. И, как правило, наблюдатели тоже выполняют свою работу небесплатно. То есть, я еще раз подвожу вас к тому, что члены комиссий от технических кандидатов работают полным ходом на лидеров гонки, и получают за это от них финансовое вознаграждение. Но еще можно сказать, поскольку технические кандидаты абсолютно не имеют финансов, то вы никогда не увидите, чтобы они вели широкую рекламную кампанию. А ведь на секундочку представьте, сколько нужно денег, чтобы развесить билбордами всю территорию Украины. Не говоря уже про рекламу по телевидению и в интернете. А агитационные палатки с изображением кандидатов президенты. Я имею в виду их стоимость. А оплата за работу людей, которые будут стоять в этих палатках. А стоимость агитационной продукции, газет, буклетов и другой атрибутики. То есть я хочу сказать, что лидеры избирательной кампании сами выдвигают своих технических кандидатов. Для того, чтобы их представители в дальнейшем в избирательных комиссиях при голосовании и подсчете голосов помогали добиться нужного результата. А теперь я хочу ответить на вопросы моих зрителей о том, как я лично отношусь к тому, что многие блогеры тоже решили двинуть президенты и начали сбор денег на необходимый налог у своих подписчиков. Что касается Геннадия Балашова, то он не просто блогер. Он известный политик и лидер партии. Так вот, касательно Балашова, я скажу так. На сегодняшний момент партия, его партия 5-10, я считаю, что это единственная партия в Украине, у которой есть идея. Да, Балашов сказал, что если он не соберет у своих сторонников нужной суммы на необходимый залог, то он добавит свои деньги и все равно пойдет баллотироваться президенты. Но он прекрасно понимает, что без нужной суммы, которая исчисляется миллионами долларов, не то что выиграть, но и полноценно провести избирательную кампанию невозможно. То есть я хочу сказать, что на эти выборы он пойти может, но результат его на этих выборах лично для меня будет известен заранее. И я думаю, что в лучшем случае он будет в пределах 1%. Но я Балашова прекрасно понимаю, ему нужно быть постоянно на виду, иначе интерес к нему, как политику и как лидеру партии, у людей просто пропадет. Поэтому вполне понятно, почему он идет на выборы. Ну а теперь отвечая на ваши вопросы, я хочу сказать несколько слов о тех малоизвестных деятелях, а также о блогерах, которые тоже решили идти в президенты. Но они, не имея никаких финансов, решили просить помощи у своих подписчиков и у своих зрителей для внесения необходимого залога. Сразу скажу, что эти люди не являются чьими-то техническими кандидатами, а просто они имеют очень большие амбиции и думают, что вот я просто пойду в президенты, где-то красиво выступлю на телеэфире, и все, люди за меня сразу проголосуют. И в связи с этим у меня сразу возникает несколько вопросов. Деньги на штабы по всей вертикали есть? Деньги на оплату членов участковых избирательных и окружных комиссий есть? Деньги на все виды рекламы и агитационную продукцию есть? Нету? Ну тогда результат вашего похода в президенты заранее известен. Он будет равен 0,003%. Я еще раз хочу подвести всех наивных к тому, что в таком серьезном деле, как выборы президента, а вдруг не бывает? А вдруг выиграть президентские выборы в Украине просто невозможно? Ну разве что эти люди просто хотят потешить свое честолюбие, чтобы по стечении какого-то времени пощеголять перед знакомыми, что вот я в 2019 году даже баллотировался к кандидатам президента Украины? Ребята, понимаете, я на эту тему могу рассказать вам еще очень много интересного, поскольку опыта работы в избирательных компаниях у меня более 15 лет. Да, я совсем забыл, что для каких-то реальных шансов для победы на выборах играет такой немаловажный фактор, как узнаваемость кандидата. Как вы думаете, кого избиратели лучше знают в лесу? Порошенко, Тимошенко, Ляшко или какого-то малоизвестного блогера? А теперь представьте такую картину. В каком-то глухом забитом селе петушки, агитатор от радикальной партии заносит бабушке кулечек с лекарствами, килограмм гречки, килограмм сахара или в крайнем случае дает ей 300 гривен и оставляет буклет с фотографией Олега Ляшко. И говорит ей, бабуля, это вам Олег Валерьевич лично передал. Как вы думаете, за кого отдаст свой голос эта бабушка? Да она этот буклетик с фотографией Ляшко поставит на самое видное место и молиться на него будет. И еще, как пример я хочу рассказать вам, как у нас в Украине происходит скупка голосов избирателей. И на это, кстати, тоже нужны значительные финансовые ресурсы. Я уже говорил вам, что лидеры избирательной компании Тимошенко и Порошенко обладают очень значительными финансовыми возможностями. И они решают подстраховаться и просто прикупить голоса избирателей. Но ведь это нужно делать в законодательном поле. Я имею в виду, не нарушая закон. И вот для этого придумана очень интересная схема с использованием сетевого маркетинга. Я сейчас вам расскажу, как она работает. В избирательном штабе того или иного кандидата, как правило, руководитель штаба отвечает за финансирование всех мероприятий. Если это избирательный участок, который находится на местности, где в основном расположены частные дома, то для этой цели зачастую используют уличкомов, так называемых председателей уличных комитетов. Схема очень простая. Уличком находит своих родственников, друзей, знакомых, которые согласны, допустим, за 500 гривен отдать свой голос за того или иного кандидата. Если это близкие родственники или друзья, и уличком в них 100% уверен, то он может сумму в 500 гривен отдать всю сразу. А если не уверен, то 250 гривен сразу, а 250 гривен после голосования. Повторюсь, сумма в 500 гривен это условная сумма. На самом деле она может быть и в два раза больше. А как же можно проследить, проголосовал человек, взявший деньги, или нет, спросите вы. Здесь все очень просто. Уличком, ну это, конечно, может быть и не только уличком, а и просто любой авторитетный житель, именуемый дальнейшим, допустим, десятник. Он записывает, кому дал деньги, и в момент выборов стоит на избирательном участке и смотрит, пришел этот человек голосовать или не пришел. Конечно, вы скажете, нельзя ведь на 100% быть уверен в том, что человек, взявший деньги, поставит отметку напротив того кандидата, у которого он взял деньги. Вы спросите, а вдруг он в кабинке поставит отметку напротив другого кандидата? Ну что же, такое может быть? Вот поэтому нужно купить как можно больше избирателей, оставляя 30% на недобросовестных и на тех, кто по той или иной причине просто-напросто не смог прийти на избирательный участок. А в городской местности роль десятников или там пятидесятников выполняют, как правило, управдомы. У меня знакомая рассказывает, что в Киеве эта работа уже кипит полным ходом и пенсионерам уже разносят по 500 гривен. Не буду говорить от имени какого кандидата, да многие из вас уже и так, я думаю, догадываются от кого. Вы, естественно, скажете, так ведь это самый настоящий подкуп избирателей, ведь это все незаконно. А тут, ребята, все элементарно просто. Давая человеку 500 гривен, с ним заключается договор, что он, получая деньги, будет официально работать агитатором на того или иного кандидата. Все, все законно. Если вдруг какая-то проверка, то он официально принят на работу. Он принят на работу агитатором и к нему никаких претензий быть не может. И, ребята, поверьте, я очень хорошо отношусь ко всем блогерам. Но поймите, шансы даже у самого-самого хорошего блогера стать президентом Украины практически равны нулю. Ну, а если вы действительно хотите перечислить деньги и помочь какому-то кандидату в надежде, что у него действительно есть шанс стать президентом Украины, то не теши себя глупой надеждой. А если у вас есть лишние деньги, то мой вам совет. Лучше перечислите их ребенку, нуждающемуся в сложной операции. И этим вы только получите плюс в свою карму. А на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч.